Привитание, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Ольга Дуброва. Что еще можно нового рассказать про бархатцы? Их называют оксамитки по-белорусски, чернобрывцы по-украински, морегольд по-английски. Но все это по-латински звучит тагетис. Древнейшее растение и та информация, что это растение из Центральной Южной Америки, конкретно из Мексики, уже может навеять на мысль о том, что оно обладать должно какими-то сакральными такими свойствами. И какие же это свойства? Издавна применяли для лечения всяких хворей. И в последнее время считалось, что все это как-то так на народном уровне, недостоверно. Но хочу вас заверить, что многочисленные научные исследования, особенно любят этим заниматься в Индии, Центральной Америке, в Европе и даже в России русские ученые выявили аж 98 активных элементов, компонентов в составе бархатцев. И эти компоненты достоверно имеют как противобактерицидное действие, противораковое действие, получают эфирные масла, которые также обладают многочисленными свойствами и широко используются или могут быть рекомендованы к использованию при различных заболеваниях, микозах, как противовоспалительное. Но нас это пока мало интересует. Нас интересует, а какими же свойствами обладают бархатцы и как они могут влиять на растения, которые мы выращиваем у себя на грядке. Так вот, и тут хочу вас обрадовать. Они обладают инсектицидными свойствами. Эфирные масла бархатцев убивают на побал практически всех распространенных вредителей. Затем репеллентными свойствами, то есть они отпугивают вредителей. И если мы поставим в кашпо на пороге нашего дома, то вы заметите, как меньше стало комаров и всяких мотыльков на пороге нашего дома и в помещении. И, конечно же, обладают фунгицидными свойствами. Все это имеет доказательную базу, поэтому поверьте этому. В отношении растений. Где мы и с кем будем сажать бархатцы? Конечно же, они очень будут помогать в овощных посадках и, особенно, в соседстве с посленовыми. Поэтому такие культуры, как томат, баклажан, картофель, только обрадуются и будут приветствовать. Потому что эфирные масла бархатцев и компоненты, которые входят в состав этих эфирных масел, они убивают нематоду, они препятствуют размножению, вылуплению из яиц, скажем так, личинок нематоды. И в дальнейшем, конечно же, оздоравливают таким образом почву посадки. И когда-то я вскользь касалась такой темы, как аллелопатия. Это воздействие биологическими выделениями на соседние растения. Так вот, в развитых странах с развитым сельским хозяйством все больше приходит к биологическим методам защиты. Потому что ясное дело, что гербициды влияют опосредованно и на экологию окружающую, и, конечно же, на здоровье человека, насекомых, животных, которые потом посещают места, обработанные гербицидами. И из бархатцев получают биопрепарат, биогербицид, который этому способствует. И это также доказано. Как я использую бархатцы? Я непременно сажаю вокруг земляничных грядок по периметру. Но перед этим в целях экономии сажаю густым рядочком, сею вдоль картофеля. А затем уже прореживая, оставляю на расстоянии 15-20 см друг от друга. И засаживаю периметр либо картофельной грядки, либо капустной грядки. Ну и, конечно же, если у вас есть теплица или парник, то хорошо по обе стороны, справа налево, посадить по нескольку кустиков бархатцев. И вы заметите, что посещаемость вредителями вашей теплицы стала гораздо меньше. Как посеять бархатцы? Особого труда, конечно, не составит ни для кого, даже для тех, кто их не очень-то и приветствует. Достаточно дождаться середины мая, когда температура почвы составит уже градусов 16. Посеять их. Наружная температура не должна опускаться ниже 10 градусов. А лучше, конечно, когда это будет 15-20 градусов. При таких благоприятных условиях они зайдут через неделю. А если это будет влажненькая и тепленькая, то они зайдут и через 4-5 дней, если все совпадет. Вот такая у них большая скорость роста и энергия прорастания. И затем мы их можем рассаживать. Не стоит стремиться к тому, чтобы использовать огромное количество семян. Конечно, это приятно обладать. Вот как у меня их много. Могу сеять их налево-направо. Но отмечу, что в одном грамме бархатцев содержится 30 штучек. На метр квадратный нам надо всего лишь 16 штук. Поэтому для того, чтобы нам сделать запас для метровой, допустим, грядочки цветничка, или мы будем сеять погонными метрами, то для одного метра нам достаточно посмотреть, чтобы на пакетике было написано, что в нем 0,6 грамма. Ну, вот здесь 0,5 грамма. Значит, семян тут должно быть примерно 15 штук. Ну, и все еще зависит от того, что бархатцы это три вида есть. Есть прямо стоячие эректа, патулы отклоненные, тонколистные. Я думаю, что они понравятся даже тем, кто игнорирует и говорит, что такую банальщину вообще видеть рядом в своем огороде не хочу. Но я думаю, что все вышеперечисленные свойства, они только идут в плюс. И вы все непременно посадите тонколистные, потому что один кустик образует шарик диаметром сантиметров 30-40, весь усыпанный мелкими цветками и обладает другим запахом. Очень приятным, не таким, как, допустим, бархатцы прямо стоячие. Ну, и естественно, что в зависимости от вида и размер семян будет меньше. Ну, это я к тому, что не стоит стремиться к тому, что запасаться большим количеством. А когда большое количество, то я еще для себя придумала такой метод оздоровления почвы. И смешиваю семена бархатцев с семенами любого сидерата. И если в запасе у меня впереди месяц до наступления похолодания, где-нибудь там до 10 градусов, когда температура опустится, и я высеваю вместе с сидератом, а потом все это перекапываю. И так как доказанное противонематодное свойство, то это очень хорошо оздоравливает почву. Раз. А еще говорят о том, что бархатцы влияют, в результате своих свойств аллелопатических, влияют на сорняки, как легкий гербицид. То есть перекопанные, посаженные или в процессе роста продукты обмена, метаболизма их, они влияют на семена и на рост сорняков прорастания и в дальнейшем на рост сорняков. И якобы за два сезона можно вывести даже такой злостный сорняк, как пырей. Потом все это перекапывается и ждем, надеемся, на положительный результат. Надеюсь, что все так и будет, как об этом говорят. По крайней мере, мне это нравится и все получается. Бархатцы, что еще хорошо, они зацветают очень быстро. Посеянные в середине мая, уже через дней сорок, короче, через полтора-два месяца они все непременно зацветут и будут цвести до самых-самых морозов. Если вы посеяли семян было много, вы посеяли их много, зашли они густо, прореживаете. Потому что, если для красоты, то одно растение проявит себя тогда, когда оно будет расти на расстоянии, в среднем, в зависимости от высоты данного сорта, на расстоянии 30 сантиметров. Если они будут загущенные, то и красота его не проявится. Если это в качестве такой артиллерии тяжелой, отпугивать вредителей и различные болезни, то можно и загустить посадки. Но растения, которые мы получили от прореживания, если уже сажать, то некуда. Можно их измельчить и сделать из них настой. Чтобы было понятно, то на любой объем жидкости мы берем соотношение воды к нашей сечке, один к одному. Одна часть воды, одна часть бархатцев. Настаиваем и можно тоже опрыскивать от различных вредителей. Это раз. А можно нашу полученную такую соломку выстилать между рядьях, между различными культурами. Перегнивая, она будет тоже способствовать оздоровлению почвы и отпугивать вредителей и различные болезни. Ну все. Мне кажется, замечательное растение, не такое уж и банальное. До новых встреч. Ставьте лайки. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова